Всем привет, друзья! С вами Владимир, канал Гильдия. Вот, сейчас я нахожусь в Майкротеке, рядом с Майкротеком, короче, на космической станции мыс Теслер. Вот, и сейчас хочу взять миссию, чтобы себе заиметь оружие, чтобы не лететь на другую станцию. Вот, у меня есть как бы выбор, полететь на станцию Май-Л1 и там закупить оружие, но это довольно-таки долго. А мы давай попробуем все-таки вот где-то вот здесь поискать оружие, поэтому давай-ка мы возьмем оценочный контракт ЕСП, это Единая служба распределения, вот, и попробуем вот в этих аварийных убежищах, короче, посмотреть, есть ли там оружие, можно ли нашего персонажа экипировать им. Принять. Заодно выполним вот этот вот контракт. Потому что... Что-то, что-то как-то, да, темно. Потому что совершенно не хочется мне лететь в Май-Л1, там закупаться. Попробуем заиметь оружие вот таким вот путем. Я просто сейчас гайд записываю по медицине. Вот, и вот думаю, сейчас заодно и запишу еще серию какую-нибудь, чтобы даром не летать. Вот, потому что-то в результате несчастного инцидента мы его персонажа убили. Вот, поэтому мы сейчас пойдем добывать лут в таком вот оценочном контракте. Значит, куда мне? Ага. Так, все, действие находится у нас на Майкотеке. Ага, отлично. Сейчас мы, значит, долетим вот сюда. Это на тот случай, если... Если, если, если... Да, на тот случай, когда, короче... Появится лайф-версия. Вот, 3.15. Потому что сейчас у нас по-прежнему я играю в ПТУ-версию. Ну, лайф-версию 3.14.1 уже не так уж и интересно играть. Вот. Соответственно, все миссии я буду обозревать уже в лайф-версии 3.15. Или даже 3.15.1. Но... Но ПТУ-шка 3.15, она вот прям супер стабильно работает. Мне вот прям сегодня даже нравится, как она работает. Вот. И еще вот прям очень классно, что в 3.14 добавили сканирование поверхности. Это вот прям в 3.13, 3.13.1 было другое совершенно сканирование. И мне вот оно очень не нравилось. Почему? Потому что прям... Когда ты спускаешься на абсолютно темную поверхность, можно, в принципе, включить освещение, но это ничего не поменяет. И мы не знали при этом, когда спускались на абсолютно темную поверхность планеты, куда мы вообще летим. Вот. А сейчас, посмотрите, при помощи сканирования мы можем вот таким вот образом видеть, куда летим мы. Сейчас мы выполним вот этот вот текущий контракт. Я думаю, возможно, миссии могут даже немножко поменяться. В 3.15 в лайф-версии. Возможно, их даже допилят, потому что это же ведь ПТЮшка. Сейчас мы с вами находимся в ПТЮ-версии. Вот сейчас мы вот здесь, короче, сядем. Так же удалять две миссии я не буду. Я тут еще до этого записывал две серии. Возможно, я их уже даже выложил. Вот. Возможно. Я не обещаю, что я их выложу. Но, возможно, я их выложу уже. Вот. И там, короче, у нас была одна серия прям часовая. Как я искал лут в системе планет Крусейдер. Вот. Планеты спутников. А сейчас мы, значит, ищем то же самое, но на планете Майкотек. Минус 60 градусов. Кошмар. Температура. Но у нас здесь недалеко. Сейчас мы здесь посмотрим оружие. Вот не хочется мне просто лететь куда-то. Совершенно не хочется. Потому что это время. Потому что до май Л1, в принципе, не близкое расстояние. А надо забрать вот это вот. А есть ли здесь что-нибудь еще? Коробочка. Что-то больше нету. Какое-то совершенно маленькое убежище. Прям очень маленькое. Может быть, будет в каком-нибудь втором убежище оружие. И что-то еще. Ну, жалко, конечно. Ладно. Все равно, короче, пускай это будет у нас миссия. Запишу ее. Прям какие-то химические отходы. Или вообще отходы какие-то. Вот привезешь им этот груз. Они возьмут и выкинут. Скажут. А, это был оценочный контракт. Поэтому. А, это на той стороне. Поэтому, такие скажут. Ничего не знаем. Вот. Ты, типа, выполнил миссию. Молодец. А груза, в принципе, и не надо было доставлять. Вот, соответственно, разместить. Да, у меня, значит, появится тогда на канале второй плейлист. Начнем исследовать миссии в 3.15.1 сначала. Потому что они там поменялись. Не все миссии поменялись, конечно. А какие-то миссии, короче, там с персонажами, они и... Ну, я не знаю. Возможно, они тоже поменялись, кстати. Поэтому, да. 3.15 будем тоже все миссии смотреть. Так, нам надо сейчас куда-то лучше на орбиту вылететь. Ом. Нековато. А что-нибудь по горизонтальнее нет случайно? Ну, как бы... Как бы нету. Ладно, давай вот в тот Ом тогда полетим. В горизонтальный Ом. Так, нет, вот мы сейчас упремся куда-нибудь. Да, просканируем поверхность. Вот. А вот в этот тогда полетим Ом. Вот. Ну, видно, но как бы не сильно хорошо. Но лучше всего тут это дело сканировать. Чтобы не упереться куда-нибудь. Прям 900 километров. Кошмар. Недолюбливаю такие места. Блин, а может что-нибудь поближе, вы чё? Давай вот горизонтально, короче, корабль поставим и полетим лучше сюда. Оно может быть и симпатично лететь за горизонт куда-нибудь. Но чё-то как-то не сильно практично. Мы уже вылетели за пределы планеты? Да, смотри, почти вылетели. Хорошо. Значит, нам сейчас и Ом будет доступен. Ну, в смысле, орбитальная точка выхода. Так, давай-ка глянем теперь, куда можно прыгнуть. Вот. Отлично. Просто горизонтально куда-нибудь выходим. И всё. Добывайший комплекс Шубин. Давай сюда. Потому что ни в Нью-Бэбэдж, ни в Порт Треслер там, к сожалению, нету никакого оружия. Не купить. А вот-то я хочу попробовать всё-таки поиспользовать мультитул. То есть мне нужно записать эпизод, вот, капельный, там, буквально несколько секунд, вот, о том, как диктор говорит, что вот, типа, нажмите на правую клавишу мыши, прицельтесь в повреждённую часть тела и выстрелите в персонажа, которого надо вылечить. А мне вот нету, к сожалению, персонажей, в которых надо стрелять. Ну, в смысле, корпорации-то у меня нету. Да и звать кого-то постоянно такой, вот, сбрендило мне в голову записать гайд и бери и отвлекай человека. Тоже не хочется. А в зонах перемирия, к сожалению, не получится прицелиться. Ну, из мультитула. Там можно из другого инструмента, да, прицелиться. Вот из мультитула нет. Поэтому сейчас посмотрим по поводу лута здесь. Ну, и серия будет такая вот у нас. Говорительная. Полетали немножко, груз доставили. Вон там чё-то светится. Давай здесь пошаримся. Здесь вроде бы добывающий комплекс довольно-таки большой. Смотри-ка. Может быть, будет что-то в помещениях. Да, тут даже посадочная площадка есть. Прямо, наверное, несколько помещений имеется. Правильно? Да, скорее всего, вот и вон ещё помещение. Давай, давай, сейчас забежим. Посмотрим. Вот это у нас зона перемирия. Здесь должно быть оружие. Лут есть. Лут появился. Ну вот где он? Покинуть корабль. Потому что всякие гайды должны быть разбавлены, наверное, всякими говорительными миссиями. О том, как мы тут бегаем, летаем. Вон ещё, кстати, помещение. Сейчас мы здесь походим, да посмотрим. Должен быть где-то лут быть. Чтобы мне не лететь в май L1. Там, значит, не закупали. Дорожку даже проложили удобную. Молодцы. Прямо мне вот нравится вот это вот, короче, полуручное модерирование, так сказать, поверхностей. Так, ну вот мы здесь. Тут как бы маленькое помещение. Ничего особенного. Доставить. Разместить. В смысле? Разместить. Это... Спам. Как всегда, не вовремя звонят мне. Так, начислено 3000. Во-первых, а смотри-ка, здесь есть лут. Смотрим. Во-первых, давайте посмотрим, какую мне теперь после вот этого оценочного контракта миссию дали. Дадут ещё. Вот. Значит, миссия у нас найм. Поиск. А чё-то пока нет, ничего. Зато очень много всяких устранений захватчиков. Понятно. Ну, абордаж. Оценочный контракт СБ. Произвивка оружия защиты оккупантов. И здесь вот ещё охота за головами появились. Смотри. Оценочный контракт задержания. Задержание Малик там. И причём, что задержание нужно произвести не где-то на орбите. Вот. А нужно прям спуститься в какие-то центры. И, короче, уничтожить или захватить. Вот что, получение допуска. А, ну здесь персонажа нужно найти. Так. Ну, пока нету личные. И ещё вот надзор за производством. Тоже очень неплохая миссия. От Олиса. Клима Олиса из... Из... Гринкекса. Я уже выполнял миссию для него. Вот. И, в принципе... Ввели, короче. Этого персонажа всё-таки. Клима Олиса. Так, давай посмотрим, что здесь... Такое есть. А, ну тут только шлем. Ну, шлем, я бы сказал, неплохой. Можно взять. Ну, очень неплохой шлем. Я, наверное, возьму его. Шлем есть, а вот оружия нету никакого. Ящики, они, кстати, здесь рандомно где-то стоят. Ну, давай пройдёмся в другое здание. Посмотрим, может быть, там будет. У тебя ничего нету здесь? Пойдём, сходим. Там вот ещё одно есть здание, потому что... Ну, шлем здорово. Ну, как бы... Шлемом единым не будешь. Поэтому, да, давай включим фонарик. Доберёмся до следующего здания. Вон они. И проверим. Вот даже вон здание, вон здание. Там даже два здания, по-моему. Давай проверим вот в этих зданиях, пошаримся. Может быть, там добудем какое-нибудь оружие. Потому что я думаю, что необязательно будет нам потом в 3.15 лайв лететь и покупать оружие. Вот. Потому что всегда можно сесть на свою колымагу, которая у вас есть по дефолту, и отправиться добывать просто пару пушек. Можно добыть в каком-нибудь вот таком месте. Там взять миссию, довести какую-нибудь посылку. И добыть пару пушек. Кстати, мне мошенники звонили. Относительно недавно. Представились, короче, целым полицейским. Типа из полиции. Говорят, повестка мне пришла. Я не стал слушать, что там дальше было. Просто их, короче, послал куда подальше. Здесь вот коробчик нету. Ага. Здесь тоже, кстати, могут быть коробочки, поэтому тоже будьте повнимательней. Здесь вот коробок нет. У нас еще остается еще одно здание. Так, это что? По-моему, у нас выход. Да. Холл проверяйте. Вот я видал, что в холле могут быть какие-нибудь коробки. Здесь нету. И здесь давайте уж посмотрим. Нету. Давай пошаримся-то в следующем здании. К сожалению, в этом здании ничего нет. Хотя бы пистолет. Хотя бы пистолет, чтобы нам можно было бы ввязаться в какую-нибудь миссию. миссию по зачистке какого-нибудь бункера. А вот в той миссии мы уж, конечно, наберем и оружие, и всего прочего. Прям классная очень локация. Так, смотрим здесь. Потому что не даром же этих зданий понастроили правильно. Поэтому здесь по идее могут быть какие-нибудь... какой-нибудь лут. Еще не может быть в шкафах быть. Или не быть. Вот, ничего нету. Даже мелкой коробусечки нету. Только шлем. Только, к сожалению, шлем. Ладно. У нас еще 18 минут только. Давай-ка, наверное, возьмемся за еще одну какую-нибудь миссию. Вот. Так, там мы были с тобой. Здесь нету ничего. Там здание есть. А там... Там, по-моему, контейнеры. Там нет никаких зданий. Но только шлем. А нет, вон еще. Смотри, здание. Но это с мелкой техникой. Давай тоже посмотрим. Может быть, в том здании тоже что-нибудь быть. Это здание по вызову мелкой техники, которая у вас есть, наземной. Но вполне, может быть, здесь тоже что-нибудь. Возможно, мы и не найдем никакого оружия в этой серии. А смотри-ка, есть. Шикарно! Шикарно! Как раз то, что надо. Обращайте внимание на то, что вы можете переместить вот этот вот лут, который вы найдете в локальный, короче, инвентарь. Поэтому обязательно обращайте внимание на вот эти вот вывески. Выберите здесь личный. И пистолет. А патроны? Патроны есть, пистолет есть. Все, мы с вами нашли прям даже два магазина. И еще один пистолет тоже есть. Это у нас приспособление для резки. Вот, пригодится. Все, задание выполнено. Mission complete. А эти овощи я не буду что-то есть. Пока что. И вот еще ящик, смотри. Прямо недаром, недаром мы с тобой посетили это тоже место. А тут прям вообще всего много. Тут только ножи. Давай нож возьмем. Оптический четырехкратный прицел. И еще нож. Но пистолет тоже неплохо. В общем-то. И еще такая вот здесь игрушка есть. Прикольно. Вот. Mission complete. Mission complete. Давай-ка мы-то теперь экипируем нашего персонажа. Так, во-первых, у меня тут магазин. Это один магазин? Или... А... Нет, погоди. Было, по-моему, два магазина. Или один? А вот два магазина. А ты к чему? Так, ладно. Сюда тогда. Экипируем. И экипируем вторым магазином. Вот. А это куда-нибудь можно прицепить? Увы. Нельзя. Но это тоже, кстати, магазин к чему-то. Прямо целых 12 патронов. Шикарненько. Прямо... Давай-ка, наверное, долетим до станции. Вдруг я взорвусь по дороге. Чтоб этого не произошло. Долетим сейчас до станции. Вот. Ну и там закончим серию. И, пожалуй, в следующей серии будет это... Хотя, может, если вот еще не очень-то много мы играем. Давай, короче, не до станции. Давай попробуем тогда, раз мы с тобой оружие раздобыли. Мне надо протестировать использование мультитула. Вот. Для гайда, который я прям делаю. Поэтому мне нужно сейчас отправиться расследование, доставка. А, вот, доставка. Повторим, проведущим местная доставка. Но тут как бы много всего. Прямо не Бэбидж, Майкотек, на Клио, на Калиопия, следственная база, Рояри, Калтак. Ну, пушка-то у нас есть. Давай, найм, наверное. И оценочный контракт СБ. Вот. Подлетим к дата-центру и будем очень осторожными. А, вот. Значит, мы в этой серии еще и пошмаляем. Попробуем все-таки, да, попробуем. Это можно, кстати, свет отключить. Попробуем применить мультитул. Так, мы и выбрались. Мой, блядь, не то. Выбрались. Почти выбрались на поверхность. Прямо Дрейк Херальд вот очень-очень-очень классный корабль. Прямо очень-очень классный. Всем советую. В качестве... Так, погоди-ка, это меня сейчас прям... Ага. Дата-центр. Все. И главное, нам теперь не погибнуть. Не погибнуть и проверить на каких-нибудь охранниках этот самый мультитул. ну, не проверить, а выстрелить из него. Потому что я сейчас готовлю... Возможно, вы уже видели, то есть, возможно, вы уже посмотрели этот гайд, потому что, возможно, я его уже выложил после вот этой серии. вот, потому что хотелось бы этот гайд выложить где-то во вторник, по-моему, 2-го ноября. Поэтому, если эта серия вышла прям раньше, то есть, позже намного, чем 2-ой ноября, то, скорее всего, скорее всего, вы уже посмотрели гайд. Но, тем не менее, вот, как бы, недаром же мне летать, правильно? Вот сейчас под запись мы с вами здесь полутаемся. Я просто прилетел, значит, сюда и решил сразу, ну, не в этот дат-центр, а в другой, и решил, короче, сразу попробовать поиспользовать мультитул. Вот, но меня сразу подстрелили. Поэтому, сейчас будем поосторожней, сначала зачистим помещение. попробуем теми патронами, которые у нас и так есть, зачистить. Возможно, кого-то ножом пырнем. И еще было бы неплохо, чтобы меня никто-то здесь не подстрелил из турили сейчас. Потому что какие-то дата-центры при помощи, при оценочном контракте, какие-то, короче, дата-центры стреляются турилями, а какие-то и не стреляются. Да и инвентарь не хотелось бы мне терять. Опять, опять, короче, инвентарь потом закупать тоже не хочется. Надо где-то сейчас в расщелину в какую-нибудь прям сесть, чтобы меня не подстрелили. Или за какими-нибудь камнями спрятаться. Давай попробуем спрятаться вот за этим камнем, может быть, не подстрелят. но так ну вот шлем получше одел, короче, и сразу прогнозируемое время выживания увеличилось. Так, ну давай сейчас добежим, испытаем наше оружие, испытаем мультитул. прям вообще. Мне вот прям сегодня нравится. Сегодня воскресенье, 31 октября. Вот, и мне вот прям доставляет сегодня удовольствие в ПТЮшке 3.15 играть. Потому что ничего не тормозит, не лагает. прям все, как будто бы взяли и оптимизацию настроили. Вроде спрятан за этим. Вот, прям игра идет вообще классно. И причем, что она идет еще, причем, что у меня куча всего открыта. Еще и редактор открыт, короче. Этот Vegas и Photoshop открыт, и там куча вкладок YouTube тоже открыта. По идее, когда такое было, ну, до этого раньше, то прям игра подлагивала. А сейчас вот прям все шикарно работает. Почему-то ликвидируете всех врагов, количество врагов не отображается. Ладно, давай попробуем при помощи одного пистолетика выжить на этой базе. Тут пока пускай воюет. Я надо сначала подстрелить врагов, когда их более-менее будет не очень много. тогда можно и начинать тут мультитулом пользоваться еще чем-то. Так, вон там кто-то. Кто-то пытается куда-то влезть. Блять. Отлично. А я у тебя как раз отберу твое оружие. Все, дробовичок. Вот это мы уже уже короче в дамках. Дробовичок уже получше будет. Потому что пистолетик против такой брони конечно это не самое лучшее оружие. Возможно вот здесь кто-то будет у нас. Я же говорил. Только ты куда? Куда убежал ты? Эй. Прямо это можно убрать. А твое забрать. Вот. 50 патронов уже лучше чем 12. А! Да бля. А ты откуда вылез то? Это что за херня была? А я могу сюда влезть? Нет. Блядь вот ведь скримеры создают. Засранцы. Наверняка у него патронов нету. Да? Вот здесь в инвентаре у этого чувака. нет. осмотреть. Да патронов нету. Но будем ждать пока его убьют. Или может быть ящик найдем какой-нибудь. А вот смотри кто-то лежит. Возможно это я его подстрелил а возможно нет. понятно ясно ага вот у нас еще один товарищ там вот еще лежат убрать оружие давай вот это вот возьмем бери бери вот шикарно у него даже ну-ка а патроны у тебя есть какие-нибудь у них и патроны могут быть так ладно патронов нету но если что можно вот у того блять ты меня прям испугал здрасте так вот еще два трупа патроны вот можно это вообще другая пушка да а если мы вот это вот берем вот это вот возьмем патроны потом собираем товарищи будут выходить нет что-то я здесь пока одни только трупы нахожу а никого из противников нет может они уже всех перебили а а смотри-ка прям задание выполнено ликвидируйте всех врагов выполнен контракт не ну шикарно шикарно сейчас мы тогда патроны сейчас мы короче лут во-первых надо скинуть то что у меня тут лишнее даже какие-то деньги начислили во-первых я очень сильно не люблю дробовики поэтому я предлагаю дробовик скинуть во-первых можно просто у вот этого коллиматорный прицел положить в рюкзак так так что-нибудь еще есть нету и вот это вот тогда можно разместить и выкинуть доступен контракт работ подрядчиком но это потом это Константин Херстон нам предлагает побыть подрядчиком вот дробовики я не люблю совсем потому что они не знают тупые наверное давай дробовик тоже скинем вот теперь что у нас остается пистолет пулемет цепь сет 4 он неплохой но патрон то мы уже истратили к нему правильно сейчас найдем к нему патроны то прям я предлагаю просто с него снять коллиматорный прицел вот а пушку эту оставить зачем зачем мне пушка без патронов вот и остается у нас вот это вот дело ага теперь вот давай еще пошаримся посмотрим что тут еще есть какие коробки какие-нибудь коробки так здесь нету ага это цепь сетчетыре ну у тебя наверное как обычно патронов нету совершенно верно еще и легкая броня так у тебя тоже цепь сетчетыре у тебя дробовик а вот у тебя да что-то интересное как можно оружие вот это забрать спасибо вот 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 это вот пушка интерес даже шикарная я наверное знаешь что сделаю наверное я эту пушку оставлю с этой сниму коллиматорный прицел двухкратный еще надо как-то блять вот а у этого надо магазин снять вот а эту пушку мы тогда положим здесь без патронов вот и а вот это мы повесим сюда все так во-первых во-вторых давай посмотрим еще такое же оружие и посмотрим коробочки с чем так дробовик дробовик почему вы никто не носите запасные патроны пацаны потому что очень очень нужны запасные патроны мне а вы вот почему-то не носите и это знаете ли меня совсем не радует так у тебя что вообще ничего нет хотя в каком-то в каком-то месте я видал запасные патроны у чуваков но этого ничего нет так а контейнеры вот это здесь ничего нет по-моему мы внизу уже все обшарили да этих видели пацанов здесь лифт сюда зашли выкинули все проверили здесь коробок есть коробки так во-первых компьютерный во-первых LH-86 а у меня какой пистолет ага два магазина возьмем это прям испособление нужно еще один LH-86 не все но я не буду еще один LH-86 забирать потому что у меня уже есть здесь ничего нет здесь C-54 сейчас я пацаны у вас посмотрю есть ли у вас ранения какие-нибудь вот смотри-ка LH-86 оптический восьмикратный и еще патроны для LH-86 что-то не хочешь класситься странно давай оптически еще заберем климат прицел пускай будет пистолет S-38 ага прям до хера этих LH-86 стой ага так давай осмотрим здесь аааа понятно все надо будет кстати взять еще миссию про реанимацию очень интересно будет посмотреть что как реанимировать причем у меня есть и этот самый и корабль соответствующий Чтобы поработать медиком Поэтому такие вот миссии, да, надо будет посмотреть У нас же медицинская тематика, правильно? Ну да Так, ну вроде бы тут как-то лута не совсем прям много Пару коробок каких-то и все, и у пацанов Так, ну давай проверим у этих Давай экипируем нашего персонажа мультитулом Один мультитул он опять куда-то проебал Теряется мультитул почему-то постоянно Странно почему Так, ага И Вот, давай посмотрим Тут на 100%, 100%, 100% А у кого-нибудь еще? Че, все прям, все здоровые что ли такие? А в него можно стрельнуть, кстати? Смотрит Ня, нельзя Мертв, труп Заодно можно проверять, живой персонаж или нет Ммм, а этот че-то живой Но стрелять в него нельзя А как стрелять-то? Живой на 45% А тебя можно реанимировать? Ладно, если мы тебе в спину стрельнем А гражданин, остановитесь, пожалуйста Как, блядь, стрелять-то в тебя А, с близкого С близкого расстояния Погоди Че-то не стреляет Наверное, потому что состояние нормальное Ну ладно Ладно, давайте на этом закончим Подписывайся на канал Ставь лайк, оставляй комментарий С вами был Владимир, канал Гильдия Увидимся в следующей серии Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok